Я вас приветствую, дорогие друзья, и у нас вновь битва. Битва в рамках турнира Winter Classic 2017-2018 года. И в данной битве будут два достаточно сильных генерала-комрада. Это Кассат против СПЛ. Да, друзья, наши ребята штурмуют буржуйские турниры. Ну что, погнали. Ну что, друзья, что могу сказать о комрадах, о генералах. В принципе, Кассат. Вот, англоязычный генерал. Достаточно скилловый, на самом деле, про уровня. Вот. Ну и, в принципе-то, он играет, активен по сей день. Вот. И, в принципе-то, в этом игроке больше сказать нечего. Достаточно тех слов, что он профессиональный игрок и готов биться с игроками любого. Всегда уровней, как бы, побеждать. Вот. Ну что, и СПЛ, друзья, наш русскоязычный комрад. Вот. На самом деле, я не знаю, насколько сейчас активен СПЛ. Вот. В принципе, в свои лучшие годы, свои лучшие годы игровые, он мог, ну, реально, выбивать любого просто. Любого игрока. Вот. Не знаю, на что способен сейчас СПЛ. И мне очень интересно на это посмотреть. Потому что в игре я не видел его уже очень давно. Ну что, друзья, СПЛ начинает у нас за подрывника Demolition General's GLA. Вот. И Кассат у нас начинает за Нюка. Нюк. Да. Ну что, Нюк против Демо. Китай против ГLA. Посмотрим, что пока сейчас нам СПЛ за иглашного генерала. Генерала. В принципе, два суплая, да. Стандартик. И сразу готовит СПЛ подрыв. Хорошая норочка выдвинутая. Здесь пошел сразу, конечно же, ядерный ИБМ. И нужно занимать вот этот простецкий, хоть хрупкий, но домик. Ну же, СПЛ. Немножко уснул. СПЛ. Ну, завел Ракетчиков. Красавчик. Успел. Отступает Кассат. Тут, 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 тут. Я заглючу Ракетчик-то назад. Тойди, 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 тойди. Ну что ж, пошел подрыв от СПЛ. Ой, какая хорошая норочка, но будет, скорее всего, контриться. И не заминировал завод Кассат. Заминировал Суплай, но не заминировал завод. Да. Он, наверное, думал, что СПЛ поедет вот сюда, между зданий, да, чтобы два сразу забрать. Но СПЛ привез три подрывчика. Сделал минозавод. Красавчик. Какую норочку-то пропускает? Я вам скажу, Кассат. Ай-яй-яй. Пришел один ядерный БМ. СПЛ успел завести кого-то? Успел. Всех рабочих завел СПЛ. Хотя, навряд ли всех, потому что там еще Ракетчики были. Ну, одного точно завел. И прошел еще один, к сожалению, БМ на Суплай СПЛ. И опять СПЛ страдает по ресурсам. Да, это плохо для Глажника. Что ж, у нас два Суплая пока от Кассада. Невредимые. Вот, был один завод вредимый. Да, прошла эта норочка, но пока не гарантирует она ничего. Пока прогарантировал только минус один ядер на БМ. Так-то, что по ресурсам СПЛ? Так, здесь уже все полноценно. В принципе, идет добыча. А вот на втором ПК два Рабика только. Техничка встала. Заблудилась. Так. Ух, красавчик. СПЛ сохраняет норочку. Да, посмотрите, минус дракон был. Неплохо. Кват сохранить нужно. Починить бы норочку, Рабика вывезти бы. Ну, вывези. Хоть что-нибудь. Да, забирается норочка. Ну, достаточно хлопотно натворила. И за это время СПЛ. В принципе, должен был наладить свою экономику. Нет, пока только два Рабика. Ай, какой Рабик хотел пробежать. Но незамеченным он не будет. Мог бы попробовать, не знаю, СПЛ почти в 30 Суплай. На экономику наличь. Опять готовится подрыв. А заводы не минируют до сих пор. Кассат. Минусуется эта опасная норочка. Ай-яй-яй. Ну, что-то СПЛ не очень законтрил свою техничку. А может быть, специально оставил. Ждал красногвардейцев здесь. Но нет. Так, минусую через контрл. Посмотрите, кассат эти домики. Ой, сколько тут всего. Посмотрите, и захват. Два ревеля, возможно, захват. Должен будет воспроизводиться, не? Так, три злые БМН. Ну, сейчас квады могут страдать чуть-чуть серьезно. Нужно их контролировать. Жаль, что тут только одна норочка. Ой, как хорошо. Смотрите. Микрит Кассат. Проехал одним боевым. Раздавил абсолютно всех рабочих. Да, проблемы, друзья, у СПЛ на родном мейне. Сам уже в ответочку хорошие норочки ставит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, куда что? Ай-яй, не законтрил СПЛ. Не законтрил. Ах, видно, что немножко не хватает игровой практики. К сожалению. Хотелось бы, конечно, получше. Но можно хоть побежать, забрать, попробовать норочку. Хотя тут... Видим, что не лучшая форма у СПЛ, но пока сражается. В принципе-то бой. Бой достаточно сопротивляемый дает. То есть, дерется-то на равных. В принципе-то, демоличный Глашнику и так сложно против Нюка на начальном этапе. Потому что постоянно, посмотрите, что делает БМ. Заезжает на Суплай и давит Рабиков. Такое дело нужно контролировать. Пока у СПЛ не очень хорошо получается. Слишком хорош Кассат. Ну, так, конечно, вообще просто крутая позиция от СПЛ. Прямо перед носом. Вот. Но мне кажется, Кассат, наверное, даже сейчас сюда и не сунется. Опять зашел язерно. Ну, постоянно БМ пропускает на СПЛ. Ну, поставьте тут... Ну, не знаю, ну, миночку там что-нибудь. Блин. Пошел бы в Скорпы, в конце концов. Что тут квадами-то? Пошел бы в демобайке. Я думаю, демобайки вообще круто справлялись бы. Вот только нужен этот дворец, наверное. Да, вон дворец, где никто успели нет. Да нет, вроде бы для демобайков... Нет, для демобайков-то не нужен дворец. Вот. Поэтому я не знаю, почему у СПЛ не юзат их. В принципе-то они очень хорошо пригодились бы против таких единичных, да? Юнитов, которые заходят на него БМ, и с демобайками можно было бы справляться. Разрушаются бункера. Пока без ГЦМок, посмотрите, пошел Кассат. Ну, тут, в принципе-то ничего и нету. Смотрите, как... Прямо под носом обстраивается с СПЛ. Неужели еще один подрыв? Ай, как грамотно стал везде Кассат. Кассат как чует, что СПЛ готовит захват. И сам же стресс-чернолодцем перехватывает вышки. Да, экономический перевещен, СПЛ. Друзья, на стороне Нюка. Как тот по карте разбегается с Пыль немножко хило. Вот, за это время уже мог взять 30 Суплай. Но я прекрасно понимаю, что это было сделать сложно, потому что Кассат постоянно рушил экономику. И вы посмотрите, какой пошел размен. Пошел вот так у Кассат. Кассат возвращается назад. Понимаете, что у него юнитов нету, чтобы отбиваться. И СПЛ очень хорошо заходит в центр базы. Нет, Кассата возвращается. Все, пошел в размен, да. СПЛ сразу продает свой Суплай. Минусуется реактор, минусуется Казарова. Можем минусовать, в принципе, команда центра, чтобы не пошло на него повышений. Но сперва минусуется пропаганда. Да, супер красавчик СПЛ. Наконец-таки пошли какие-то активные действия. Хорошо. Да. И какие лычкованные квады. Это проблема, друзья. Это проблема для Кассата. Вышел злой овер. Ой-ой-ой, как он уничтожает. Это дерзко. Да, сам же СПЛ теряет один Суплай, к сожалению. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, не знаю. Может быть, сперва нужно было... Хотя, смысл Кассата уже Суплай убивать? У него две вышки есть. В экономику он так и так не просядет. По сравнению с СПЛ. Ну, вот СПЛ потихонечку пытается с Апплтраки забирать. На своей базе у него, конечно, огромные проблемы. К сожалению. Ай-яй-яй-яй. Продается воензавод. И мне кажется, что у СПЛ очень мало шансов. Хотя нет, посмотрите, он атакует, атакует. Тут, кстати, Черный Лотос помогает. Замораживает. Как хорошо замораживает Кассата. Смотрите, Скорпо. Ой, еще пошел выпад. Боже, СПЛ просто не хочет поскочить с Кассата. Давит-давит до конца. Но на самом деле он правильно все делает. Потому что других возможностей тут уже на победу, мне кажется, не будет. Потому что сам он теряет очень жестко свою базу. Осталась последняя казарма. Никаких каркасов нет. Каркас надо влепить. СПЛ каркас надо влепить. Если хочешь закончить свою атаку. И это GG для СПЛ. И Кассат забирает первую игру. 1-0, друзья. Кассат выходит вперед. К сожалению для нашего русскоязычного комрада. Ну что ж. Посмотрим, что сейчас СПЛ покажет за Нюка. Против Демолишна. В зеркальной ответной игре. Так вот, сделаем сейчас генералов поставим. Все. Ну что, погнали, друзья. Мне интересно, какая будет ответочка. От нашего именитого комрада. Что ж, в принципе-то у Глашникова. Коробочки. Ну вот Кассат на самом деле все очень правильно делает. Он сразу делает коробочки. Чтобы не проезжали Нюки. БМ и ядерные. Вот. Ну здесь, не знаю, здесь. Ну, хотя какая коробочка. Вот если сейчас поставить здесь, в принципе, норку. Один хрен будет приезжать СПЛ. Такая не совсем полноценная коробочка. Одна сторона только закрывается. Вот. Так сказать, тыл Суплая. Ну что ж. Два Суплая со стороны Глашника. И вы посмотрите, как играет СПЛ. Агрессивно. Один Суплай. Два завода. Выдвинутый завод. Да. 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 Это как раз таки раш. БМами ядерными. На Суплая. Глашника. И какая хорошая норочка от Кассата. Интересно. Вот он как-то контрится. И сразу второй Суплай со стороны СПЛ. Все в принципе правильно. Чтобы в третью шел было бы вообще круто. Сейчас главное СПЛ защищать свои дозеры. Не терять. Вышел первый ядерный нюк. БМ. Так. У нас кстати Кассат юзает. Посмотрите Минки. Правильно делает. Кстати очень грамотно. С этой стороны коробочка. Она так и зазывает СПЛ пройти здесь. Но тут стоит Минка. Молодец Кассат. Весьма грамотно. Так. Прячусь. С этой СПЛ дозер свой. Молодец. Как у нас прошел. Прошел. Хорошо. Первый БМ. Отлично прошел. В принципе. Но Кассат то он спасает с их храбиков. Да. Кассат спасает с их храбиков. Но временно не добывает. Это уже плюс. На самом деле большой плюс. Так. Здесь хорошо позиция занимает Кассат. Будет сложный СПЛ пройти с этой стороны. На центральный Суплай. И какой хороший Дракон дорогие друзья. Минус Суплай. Красавчик. СПЛ самого СПЛ на базе. Проблема пришла. Техничка. Минус Дозер. Минус два СПЛ трака. И обрубает Кассат. СПЛ ресурсы. Да. Печально. Еще и проскрапивалась техничка. Главное Дозер последний свой не терять. Так. Бьет электростанцию. Пока СПЛ не совсем контролит момент этот. Все. Поехал. Минки. Боится присять Суплай. Все. Кассат пропалил Минки конечно же. Ну что ж. Выживет не выживет. 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 Ну ой какая техничка злая теряется. Айяяяяяя. Ну что ж друзья. Хороший старт сейчас для СПЛ в общем. Потому что он вырубил. Вырубил. Второй Суплай Кассату. Ох. Пошли мародеры. И сам сейчас восстановит свой Суплай. Будет играть в преимуществе. Экономическом. Так. Станция отстроена. Ну что. Что за проблемную норку буду уничтожить. Отбивается. Отбивается Кассат. Проблема у Кассата. Проблема друзья. Сейчас очень хороший шанс для СПЛ. Кстати забыла Кассату цвет поменять. Вот так вот будет круче. Ну что дракончик. Вот поехал то. Вот вот тут. Прямо то что нужно. Хотя я думаю. Кассат за контрь. Да. Скорее всего мародеры увидят. Хотя кто его знает. Ну по крайней мере палит. Это на ручку СПЛ. Сама себя палец. Так. Пошла коварная техничка. В объезд. Молодец СПЛ. Хорошо. Дозер спрятал. Сложно сейчас до него добраться. Так. Ну вот. Вне туда пошел. В армии отходит. Отходит СПЛ. Ох ты. Какой проскрабленный мародер. С двумя дулами. Блин. А это уже опасно. Дорогие друзья. Очень опасно. Если он еще получит лычки. Это будет просто ужас. Он еще может на третий дул получить. Между прочим. Да. Или не может. Не помню. Или это в модах он может получить. Но по крайней мере с лычками. С тремя он будет очень опасен. Так. Ну что. Попытка Кассада пойти на свой закон. На второй СПЛ. Но нет. Здесь ядерный БМ все контрит. Все контрит. Пока приходится к глачнику справиться в один СПЛ. Хорошо занимает бункер. Ну тут дракончик на подходе. В принципе. Успел сесть. Ой пропаганда СПЛ. Красавчик. Пошел в технологию СПЛ. Сейчас очень хорошие шансы забрать эту игру. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас палится Дозер то. Единственный СПЛ Дозер. Заминировал бы. Блин. Вот было бы круто. Ай-яй-яй-яй-яй. Неужели там кто-то есть? О боже. Нет. Ласт Дозер. Дорогие друзья. Ласт. Дозер для СПЛ. Аааа. Ой. Ну зато минус два мощных мародера злых. Это очень хорошо. И очень плохо друзья. Что СПЛ остался без Дозеров. Да. Ну что посмотрим пока еще не складываем руки. Держим за СПЛ кулаки. Должен, должен СПЛ что-то придумать. Потому что в принципе то у Касада не так все прекрасно. Он играет в один суплай. Это не есть хорошо для иглашника. Потому что нюк то в два суплая и в два завода. Переспамить надо. Переспамить. Можно это сделать. Ну как же все-таки грамотен Касад. Сложно будет СПЛ. Мародер просто вырубает. Отъездим на БМ. СПЛ немножко не контролит. Мог бы в упор подъехать. Подзорвать. Хотя тут сам Касад подъехал к нему. И забрал скраб. Просто пришел за скрабом. Да. Ай-яй техничку-то лови. Ёх ты. Опять бункер. Да и... Нет. Нужен дракон срочно. Да. Нужен дракон с Пл. Ну посмотрите какие мелкие до проблемы. Да. Касада с Пл. Устраивает. Постоянно отвлекает. И хорош. На СПЛ контролит пушки. Мне это нравится. Молодец вообще. Ай да видно было. Вроде бы приехал мародер. Вроде бы очистил. Но пришел один ЧБМ. Молодец. СПЛ не забывает. На таких важных вещах. Так. Контрит Касад. Ну что ж. Пока какая-то непонятная ситуация. Вроде бы и... Равный, да? Сейчас. Все равно. Но с другой стороны Касад играет на один Суплай. Уже Стингер застраивается. Но с другой стороны у СПЛ отсутствует Дозер. Ой, да. Дозер. Если бы СПЛ были Дозеры, я думал бы... Ну должен был бы. Вон дотянуть к победе эту игру. А вот сейчас все под вопросом, друзья. Потому что сейчас, в принципе, Касад может сделать подрывы. Кататься, подрывать здания. Ключевые. И тогда у СПЛ будут проблемы. С которым он просто будет не справиться. Еще один пришел. Так. Ну идет вновь свежий такой ядерный БМ. Который сейчас может отменить захват вышки. И может вырубить танк-мародер. Так, все, молодец. СПЛ справляется с этими норочками для него опасными. Ай-яй-яй. Красавчик СПЛ. Красавчик. Красавчик. Оставляет нам такие хорошие надежды. Давай, СПЛ, мы топим за тебя. Два Суплая, друзья. Два завода. Минка? Ха-ха. Как боится Касад. Как он зажимается. На самом деле, Касаду не мешало бы сейчас пойти уже в дворец. Ай-яй-яй. Норочка не отменилась. Да, иди мародерами играть. Ну, Касад правильно делает. Касад все делает правильно. Ой-яй-яй, какие пошли взрывы. Ой, хорошо работает. Просто чистить СПЛ сейчас все. Слушайте, и вот так, смотря на мини-карту слева, такое складывается ощущение, что все-таки даже без дозеров СПЛ реально сейчас получает шансы на победу в этой игре. Потому что у Касада все плохо. Когда-нибудь-то эти ресурсы закончатся, да? А рынки должны еще не начать спамить. Вот чем ведь прикол. Да какой жесткий спам сейчас от Нюка. Ну что, пошла техничка. Можно, кстати, же. Если там хоть кто-то сидит, да, ракетчики подбить этот реактор. Непонятно куда. Так, она наполнена. Неужели подрыв? Интересно. Подходит к домику, наверное, ракетчик будет. Так, в это время атакует СПЛ. Прям пошел в центр базы Касаду. Супер. Касад грамотно. Посмотрите, микрит грамотно микрит. То с одной норки вылазит, то с другой норки вылазит. Разводит сейчас ядерные бемы СПЛ. Но СПЛ уничтожает просто все норки. Все делает правильно. И вот такая только дальняя норочка остается у Касада. И у Касада большие, дорогие друзья. Проблемы на базе. Слишком много юнитов от СПЛ. Слишком много юнитов. Нужно контрить. У Касада всего два мародера. Но один двухлучковый опасный. И минус завод. Все, у Касада остается всего два здания, дорогие друзья. Ну что ж, давай СПЛ, додавливай. Ой, сколько много потерял. Но пока не хороним Касада. Потому что он отбился. И... Так, минус электростанция. Хорошие минки-то. Ну, все равно будет минус станция, скорее всего. Нет, не стреляешь? Окей. Так, ну что с пыль? Давай. Не тяни. Опять нас помил хорошую кучу. Неплохо. Не, ну... Вот этой бригадой-то надо сейчас грамотно-то прорывать. Что ж ты скажешь? Один только мародер у Касада. Это все, что есть. Один мародер и ракетчики. Но это не столь серьезные войска, чтобы... Вот таким штукам противостоять. Посмотрим. Нельзя недооценивать Касада. Как-никак профессионал. Ах, ну... Чуть-чуть из пыль боится. Чуть-чуть туда-сюда мечется. Больше групп хоть под нас память, что ли, или что он хочет. А я надела, поехала выкуривать этого пацана. А я ракетчик пошел к с апл-тракам. Слушайте, вот у Испеля проблемы, у него деньги заканчиваются. Тут 990, здесь 2К и коробочки. Это проблемы. Приведется ездить вот такую вот даль самостоятельно. Ну, дал сейчас очень много времени, на самом деле, с пыль Касаду. Нужно было сразу-то кучкой идти добивать. А сейчас дал время. И пошел что-то... Зачем чистить эти репозиции, а? А что бы базу ломать, блин? Такой спам. Господи. А я ракетчик-то отрабатывал. Почему дракон поехал куда-то непонятно? Ой, какой... Ой, какой мародер. Ну, он сейчас будет кона. Конечно, красавчик, красавчик. Там просто контрит. Потихонечку забирает юниты. Да, друзья, такой микроконтроль, конечно. Вот просто немножко даже обидно, что он такой ранней стадии, да, турнира. Такие 2 оппонента встречаются скилловые. Вот. Игра, в принципе, достойна даже полуфинала, так сказать. Вот. Красавчик спель, конечно. Потерял 2 дозера, но не растерялся. Ну и, конечно же, нельзя. Нельзя. Не похвалить Кассады, которые до сих пор держат. Твою дивизию. 13-го минуты игры. Кассад играет. Заглашника против ядерного китайца. На одном. Твою мать, суплая, друзья. Вы представляете? На одном суплайе он до сих пор справляется, как грамотно микроцами и юнитами. Ну что? До времени справляется, надеюсь. Конечно же, мы топим за СПЛ, за нашего камрада. Ай, какая минка-то! Вот она минка своей сыграла, да. Ну, дракончик-то завидел, но суплайдер... Ой, ёб твою мать! О, боже мой! Что это было? Вы видели? Ой, ё-моё, ещё и скрапит мародёры. Вы видели, какую толпу потерялось пыль? О-о-о-о-о! Да-а-а-а-а-а-а! Какие же ядерные БМ-ы! Вредоносные сами для себя! Просто ужас! Ужас! Всё, пошёл с дальнего супла и добывать из пыль деньги. Ну, у меня просто, у меня даже слов не было. Какую кучу потерял сейчас из пыль буквально на двух мародёрах. Обидно, обидно, друзья. Казалось бы, это уже должна была быть жирная точка, но нет. Вы посмотрите, Кассат уже отстроил, в принципе-то. Дворец. Была попытка построить Каманник, но он отменил, потому что, ну, правильно пришёл, разбил Каманник. То есть, надо как-то прятать Каманник поглубже куда-то. Вот. Ну что, вторая, ну тут же больше БМ-ы! Ну давай, с пыль, ну! Три! Ёлки-палки, что он делает? Сколько БМ-ов было уничтожено? Ай-яй-яй, Касса! А-а-а-а! Твою мать! Как это так? О, боже мой, что эти мародёры делают? Что они делают, когда они с апгрейдами? Вот просто, он выбил, например, один нюк, этот нюк взорвался и за собой повлёк остальные взрывы. Ну, это жёстко! Просто, блин! Есть же такой апгрейд, чтобы они так жёстко, нюки не взрывались. Но, к сожалению, нет технологии у спейля. Потому что, нет, дозеров, боже мой, сколько уже слил из пыли, сколько Кассат уже выбил юнитов. Кассат играет просто двумя мародёрами. Вот сейчас вышел, опять же, второй мародёр, потому что один трехлочковый был слит. То есть, вот просто, друзья, да, вот учитесь, как играть надо. А заглашника задемолично против нюка. Вот просто, как не знаю, по учебнику. В тот самый момент, когда ты играешь заглашника, сидишь на одном суплае, уже 15 минут и даёшь люлей просто нюку, который просто огромный толпок тебе посылает и сливается. Конечно, это, вот не знаю, по мне, ну, битва достойна топ реплея, потому что это реально топ, просто катка. Я в шоке. Круто, круто. Крутая битва. Какой мастер-класс показывает Кассат? Просто, просто прекрасно. Ай-яй-яй. Ну что же, спейлюшка, давай. Побольше аванпостов. Правильно. Правильно, спейль. Правильно. Возможно, даже второй своей толпой нужно было делать эти аванпосты. Потому что тогда ещё, по крайней мере, не было Джармина Кила. Вот. Ну что, вышел Джармин. Вышел Скат Лаунчер. Элибрус. Жёстко. Жёстко, жёстко. Сейчас будет отстреливать Кассат издали. Войска СПЛ. Идет Джармин. Спалился Джармин. Вырубается дракон. Уходит Джармин. Сажать надо. Сажает красавчик спейль. Забирается дракон назад. Да, ужас. Вот эта игра. Даже несмотря на то, что СПЛ не в самой лучшей форме. Он просто... Ну, не знаю. Сколько не смотрел игр с участием СПЛ, но всегда были крутые, классные катки. Всегда было неважно, выиграет он, проиграет. Он реально показывал шедевральные катки. Всё время борьба. Он даже приходил в моды всякие, в ту же контру. И там показывал крутые катки, несмотря на то, что он, в принципе, не катает в эти моды, да? Какой же всё-таки СПЛ уникальный. Может быть, не был он никогда, там, самым лучшим игроком в Zero Hour. Но, без сомнения, он всегда был одним из самых таких бойцов в Zero Hour. Потому что никогда не играет, всегда до последнего катает. Ай-яй-яй, опять Джармин отрабатывает. Вот он, Скотт Лаунджер. Давай, ай-яй-яй. Бо-бо-бо-бо-бо-бо. Ой-яй-яй. А вот прикиньте, в эту кучу попал бы. Как было бы неприятно. Ай, как грамотно. Минус был, минус. Минус второй, минус два. Неплохо, хорошо отрабатывают. Но поздно. Нужно было всё-таки второй атакой столько ванпостов приводить. Тогда, я думаю, СПЛ уже, возможно, проразмол бы победу. Ай-яй-яй-яй-яй. Опять Кассат разгребает СПЛ. Ну, это может вечно продолжаться, господи. Сколько бы СПЛ не нападал. Получает люлей. Уже третья такая серьёзная атака. И опять отбивается. Кассат. И опять тут просто вот реально всю игру, друзья, играя на одном суплае. Всю игру на одном суплае. Я на самом деле, ну, давненько таких каток не видел. Чтоб комраду такую стойкость проявляли. Играя Заглажника на одном суплае против Нюка. Блин, у которого тут вся карта. Ну, правда, как карта. Как сказать. Юнитами разъезжает по карте, не более. Вот. Но, тут в чём фишка-то? То, что Кассат выбил СПЛ и все дозеры. Конечно, если бы СПЛ и были дозеры, я думаю, он бы уже зажал Кассата. Но нет. Кассат. Видите, какой хитрожопый. Нашёл. Ну, причём, я думаю, он не спецом нашёл дозер. Он просто заехал с ракетчиками. Он хотел просто так объехать. И сюда приехать. А тут хоп. Так у лакомства по пути. Почему бы не выбить? Конечно. Так. Опять бьют Эльбрусы. А, он всё по бункеру бил. Да. Ну, теперь-то спам уже не такой жёсткий у СПЛ. Денежки далеко идёт добирать. Что ж, двадцатым до игры, друзья. Это специально для тех зрителей, которые всё время жалуются, что... Почему всё время катки идут по пять минут? Где долгие катки? Где интерес? Вот, друзья, двадцатиминутная катка. Ну, просто она шедевральная. Мне нравится, как Кассат играет. Просто его... Ну, нельзя похвалить, нельзя поблагодарить. За такую шикарную игру. Как бы СПЛ не старался, как бы СПЛ не спамил. Блин, ну, Кассат... Ну, он находит варианты. Хороший, очень микридцами и юнитами. И уже третий вышел Эльбрус. И опять же застройка с тингерами. Ах, и не даётся третий Кассат даже денежки добивать сейчас СПЛ. Проблемы. Ух, если СПЛ таким-то спамом не мог пробить Кассата. А сейчас вообще толкового спама нет. Вот, ну, мне кажется, для СПЛ вообще всё очень плохо. Уже и денежками прям так не дают добывать. Кризис в СПЛ. Вроде бы карта-то владеет. Но... Посмотрите, Кассат добывает последние денежки. Всё. И у неё 5к флуата. Можно смело сразу два рынка влепить. Вот прям в среднюю базу куда-нибудь. Было бы всё супер. А вот построил бы, да, СПЛ где-нибудь здесь заранее командный центр. И повышением бы выиграл. Эх, как сенатоником. И командный центр со стороны Кассата. Кассата. Но если Кассат брал кэш-баунти, то вообще всё супер. Какой кэш-баунти? Я думаю, Кассат взял ревель-амбуш. Среди СПЛ всё заменировал. Ну, посмотрим. Сейчас мне интересный пашень взял всё-таки Кассат. Продемонстрирует. Ой, сколько сапплтраков есть, это будет офигеть просто. Чё-то СПЛ совсем не спамят. Сапплтракен ради деньги тратит. Ну, кстати, вот сюда можно было подъехать. Хотя, опять же, рискую потерять юниты. Да. Мне кажется, всё-таки сейчас СПЛ уже чувствует такую некую безнадёжность. Кассат слишком уж разошёлся технологически. Слишком мощно у него юниты. Ну, вы посмотрите, на это вообще шикарно было. Просто шикарно. Найс. О, Джеремин-то не обязательно убивать. Да, всё-таки технологии глажны, сейчас делаю дела. Эх, а можно было бы забрать. Ну, что ж. Не знаю, приступит ли Кассат к атаке. В принципе, атаковать тут надо пока медленно выходить из обороны, потому что СПЛ повсюду ставит свои аванпосты, ракетчики, да. Вот. И мне кажется, Кассат ещё не скоро будет атаковать. Сначала он, возможно, подсядет на вторичную экономику. Немножко денежек подобывает, да. А потом только соберёт какую-то группу для атаки. Вот. Или же СПЛ всё надоест, и он с большим нехотением отдаст вторую очку своему сопернику. Посмотрим. Вот он был, Ребель Амбуш, минус сразу завод, и в принципе-то не нужен суплай. И осталось три здания в СПЛе, друзья. Три здания и очень мало юнитов. К сожалению, я боюсь, что для СПЛ это проигранная игра. Конечно, не хотелось бы этого. Но, увы, всё идёт к тому, что для Кассата останется матчпоинт. Так. Ну что ж. Даже вот, вроде бы, Галашник, да. По всей карте даже норочек нету нигде. Сыграл-то Кассат Зекла. Вообще, очень так интересно. Странно. Просто от обороны глухой. Да, супер сыграл. Может быть, мне кажется, Кассат уже сам не рассчитывал, уже решил пофаниться, но... И пошли демо-байки. Это первый демо-байк со стороны Кассата. Поздненько так слегка, я вам скажу. Всё-таки Эльбрус, смотрите, с лучками. Жармен с лучками. Ай, дракончик хитрожобенький. Ну, возможно, он с палецом. Что Кассат видит? А Кассат просто глухо сидит. Вообще, не знаю, что происходит. Сполит, понятно, всю карту видит. Хороший аванпост вообще. Хоть разведка какая-то есть. Ай, ну сейчас будут страдать, скорее всего, дракон. Да. И просто 80 баксов. Ну, что значит кэшбаунти. У спейля таких прелестей нема. Ну, что ж. На самом деле, друзья, я думаю, что после вот этой битвы приступим, наверное, мы уже ко второму раунду, к одной восьмой. Следующая стадия турнира. Я понимаю, что не все игры я, так сказать, показал вам одной из шестнадцатых, там много игр. Но тоже тормозить не очень хочется, потому что уже начались игры одной восьмой. И не хотелось бы отставать. Хотелось бы все к срокам идти. Но, к сожалению, не позволяет мое личное время. Вот прям полностью все матчи. Я пытаюсь выбирать самые интересные матчи. Вот. И показывать вам их. Так. Пальцы Джерман. И потом на следующем видосе одной восьмой я вам скажу, кто вышел, собственно, в одну восьмую. Какие нас ждут там битвы. Так. Ну что? Ах, через контрол, минус. Ну, знал, коса. Спалил. Когда бил. Да, надо такая тянучаясь, друзья. Я уже просто не знаю. Тянется, тянется. Труповоз вышел. Ничего себе. Что-то думал, спаэли. Не знаю, у меня бы уже нервы сдали. Я бы уже сдался. У меня бы уже просто нервы сдали. Просто коса сейчас. Такой бомбеж, блин, пока она устраивает своей всей игрой, потому что... Ну, реально, ну, коса, ну, ты должен был проиграть. Ну, что творишь-то? Как ты тащишь вообще просто жесть. Ой, сколько сополтрагов, вот смотрите. Ужас, ужас. Сколько сополтрагов много. Уже оттуда добывает. Да. Круто, конечно. Блин, ну, так уже и хочется сказать. Ну, коса, ну, атакуй. Ну, атакуй, ну, покажи. Ну, хоть раз за всю эту каточку проведет так. Уже 27 минуты игры. Ох ты, Ребель Амбуш. Ну, вот чего ждал коса. А, в принципе, да. Время играть на коса. Все, еще один Ребель Амбуш и ИГГ. Ха-ха, ему даже атаковать не надо. Ребель Амбуш, в принципе, ставит точку. Видели, здесь минус постройки. Здесь минус сополтрак. Все, осталось два здания. Либо СПЛ еще ждет. Какое-то время и проигрывает. Либо сразу сейчас сам сдается. Ну, потому что я не думаю, что он уже пробьет эту оборону. Вот. А косаду просто ждать повышения. Никаких проблем. Ну, что. Собирает свои последние супергеройские силы СПЛ. Я надеюсь, что последний. Потому что дальше, мне кажется, уже после... И пошел сополтраками. Да, да, да. Последний могучий удар со стороны СПЛ. Все, что есть у него, юниты, все посылает в бой. Даже с сополтраки. С сополтраки это разведка, да? Или сейчас будут ими отвлекать и основными юнитами проходить. Возможно, какой-то такой маневр интересный. Задумать. Вот что значит боец, друзья. До конца. До последнего юнита. Идти в бой. В этом весь СПЛ. Такая вот получасовая игра, блин. Напряженная. Под конец, может быть, немножко скучновато. Но все же. Какие были моменты. На самом деле, в какой-то момент я думал, что бы счет 1-1. Но... Не думал, что я коса так затащит. Ну, капец. Но когда он начал своим мародерами врубать такие толпы, я подумал, да ну нафиг. Как же пробивать-то это все. Как оказалось, не смог найти ключик. Хотя... Близок был СПЛ, когда начал спамить аванпосты. Но, повторяясь, они поздно пошли спамиться. Значит, такая разведка, кстати. Ой, бьет лаунчер. Ой, трехлучковый, боже мой. Ой, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Как это было больно-то. Все, друзья. Сдается СПЛ и Кассат берет вторую победу подряд. Ай-яй, давай соберись СПЛ, соберись. Нужна победа. Нужна победа. Ну что ж, подходим к следующей игре. Так. И у нас Нюк Кассат. И СПЛ сверху стейлс. Ну что, давай СПЛчик. Давай СПЛчик. Так. Кассат, получается, у нас Нюк. И СПЛ у нас стейлс. Ну что, на самом деле, вот в этом матче, в принципе, карта большая. Карта большая. Денечек тут немало. Я думаю, что СПЛ тут все шансы сейчас остался сыграть. Очень даже хорошо. В принципе, как по мне, 50 на 50. Тут уже зависит от того, какой игрок как играет. Ну хотя, в принципе-то, Тут что Кассат, что СПЛ за любого генерала может сыграть хорошо. Хотя, насколько знаю, я у СПЛ профильный генерал, это Нюк как раз-таки. Но ему сейчас попадает стейлс. Вот. И Кассат будет уже второй раз сыграть за этот матч Нюком. Первый раз он хорошо сыграл Нюком. Посмотрю, что сейчас покажет. Опять же, против Глашника. То есть мы, в принципе, с вами третий подряд матчап. Смотрим Гла против Чина. Вот. Так, сразу пошло по передовой, да? Норочки. Чё-то... Как Рабик спрятался не проехать. Ха-ха-ха-ха-ха. И отступает, красавчик. Так, хорошие норочки сейчас построятся. Пока в один Суплай начал, между прочим, говорить Кассат. В один... А, нет, в два Суплай, извиняюсь. Да, тогда был выдвинутый Суплай. И пошел с Апл-траком на разведку. Но Рабик спрятался хорошо. Здесь не успевает Кассат. Думал, что в центре что-то будет, да? Покатался здесь, но нет. Ой, сейчас... Разводит на Х СПЛ. Должен справляться. И подберет сейчас Крабик. Ну, неплохо. Но Аркечка потерял. Все-таки Сапл-трак один дороже стоит. Так. И Скрабик не подавал. К сожалению, закрыл его, кажется, Кассат. Ну, бей Суплай. Хотя... Ох, перехватил бы. Е-е-ей, как небрежно. Твою мать, какие хорошие шансы были. Ой, красавчик. Красавчик все-таки перехватил. Да, круто. Пока Суплай... Пока два Суплай, да, играет Кассат. Не дает Аспелли в преимущество по ресурсам эти. Молодец. А вот Аспелли бы на самом деле сюда Суплай вмочить. Уже Рабик стоит и застеллсять его. Вот. Чтоб Кассат не видел. Вот здесь уже застеллся на пустыте. Пока хорошо, Аспелли играет. Молодец. Пока мне нравится. И пошел сразу, в принципе, быстрый дворец. Ну да, все правильно. Все правильно. Технологии Глашника могут сейчас для него очень положительно повлиять. Ну что, опять техничка. Скорее всего, с ракетчиками. Да, опять... Ой, только не на минке Супл. И по Суплай, по Суплай бить. Не? Две лодочки. Супер. Хорошая очень миграя, в принципе, СПЛ. Свою техничку с ракетчиками не теряет. А вот здесь очень плохо. Очень плохо. И небрежно сыграл СПЛ и теряет свою группу, которая так долго жила. Прошел ядерный БМ. Даже Рабика не тронул. Так, два КУ. Ну да, тут сразу пугается. Ну, по передовой, посмотрите, норки стоят. Поэтому не очень страшно СПЛ. Главное в уровне вылезать. И хорошая такая позиция. Постоянно все делать в узкие. И пошел, посмотрите, в пропаганду у нас уже, в принципе, КАСАД. Друзья, пропаганда. Это Черный Лотос. Пока, правда, нет казармы. И я боюсь, что КАСАД начнет занимать центральные вот эти гаубицы. Блин, и вот эта гаубица будет бить по этим позициям. Ох-ох, нельзя такое позволять КАСАДу. Надо бы как-то сейчас СПЛ. Правильно, да, все правильно идет. КАСАДчик СПЛ. Занимать центр надо. Но КАСАД-то все палят, зараза. Все палят. И здесь КАСАД палят. Да. КАСАД не так глуп. Ну что ж, пока СТЛ только остается. Развивайте ракетчиками, да, КАСАДами. Ну что, и захват. А, ну я понял. Хотел сюда СПЛ построить норочку, да. Взять Ребеля, выучить захват и захватить эти позиции. Но пока все ломает. И опять бы попытка. И опять КАСАД, конечно, делать надо... Ну, с войсками надо выходить. Ну что, по слову, опять это Марабик опять потеряется. Ну, попробуй отсюда выбежать, здесь захватить, не знаю. Что ж постоянно-то, а? Воду им тоже точку идти и терять Ребеля. Уже запомнил КАСАД. Хороший домик занял. Ну, 30 СПЛ давно порануя СПЛ. Давай, 1500 из 3 СПЛ. Давай, давай, третий, третий, красавчик. Ну что ж, 3 на 3 сейчас будет по СПЛ. Второй завод от КАСАДА. Кстати, заметьте, КАСАД, в принципе, начал играть не так агрессивно, да, в два завода. Как я и повторялся вначале, карта большая и здесь нужно что-то другое. Думайте, посмотрите, до сих пор выживший такой БМ СПЛ, который он перехватчиком захватил. На самом деле, СПЛ, ну, мог бы попробовать дозеры забрать. КАСАД же так сделал, когда играл просто с него, хоть и не специально, вот, по всей видимости, но он сделал так. И сейчас мог бы СПЛ забрать два дозера и заставить КАСАДА так же отчаянно атаковать, так сказать. Ну что, пошли ракет баги. Как раз таки правильно все пошел черный рынок. Нужно бы этого только сделать не фальшивым и выучить апгрейд на ракет баги, чтобы было больше ракет. И сразу бьет по... Ну, можно было бы, не знаю, там, только с трактора послать. Ну, СПЛ же видишь, что его палят постоянно. Ну, не знаю, радарчик подвезти. Вот, как раз таки идет радарчик, расставчик СПЛ. Так. Ну что, и кстати, заметьте. КАСАДА не продавал командный центр, дорогие друзья, так что я извиняюсь за свои слова. Насчет дозеров смысла их убивать не было. Вот. Или он только сейчас его отстроил, я не пойму. Ну, он так расположен, блин? Да нет, я думаю, не продавал его КАСАД. Вот так КАСАД сыграл. И замерил его. Интересно достаточно. Начал нюк. Весьма так пассивненько, неактивненько, но надежно, я вам скажу. И все, пошел рвать левый фланг КАСАД. Есть же Армин Килл, красавчик. СПЛ, но забирает назад его КАСАД себе. Хорошо отрабатывает. Вот и пошла Черный Лотос, да, именно делать то, о чем я говорил ранее. Забирать центр. И также пошел забирать центр СПЛ, но поздно, на самом деле, друзья, поздно. Так, ну играю сейчас СПЛ в 3-суплая. Есть у него технологии, есть технологии у китайца. Левый фланг, в принципе, КАСАД уже весь, все зачистил. Так, забирать надо обратно, все. Правильно. Ах ты, ну постреляй, полуца-то. Ну же. А, не смотрят СПЛ. Ну что, даст, да? Нет, не даст НаркасАД. Тут ты, может, заберешь СПЛ какое-то время. А здесь-то я не думаю, хотя... Ну давай. Нет, не заберет. Забрал, красавчик. Красавчик СПЛ. В этой битве пока ревели дерут лотос. Так, ну это сейчас вышка будет забираться по-любому. Ну, хоть какой-то урон нанесет. Круто. Вот если бы она еще до лотоса дострелила, но нет. Так, уже спам проапгрыженных рокет-баги. Вот, и мне кажется, нужна СПЛ вовремя будет. Он уже пошел, призывал вторичную экономику. Красавчик. Если хорошо очень много сделать вторичной экономики, то... Будет все очень супер для него. Потому что... Ракетная шахта. В ядерку пошел Касат. Свою вышку он забрал. СПЛ свою вышку тоже забрал. Со скидочкой. С нефтепереработкой и пошел СПЛ в атаку. Ой, извиняюсь, Касат. Без ГИЦМа к Джармен отработал. И, конечно, рокет-баги должны тащить ситуацию. Как еще-то? Почему не застелился в Суплай? Тоже вопрос. И что, не будет отходить Касат? Бесстрашный Касат не отступает. Вот, посмотрите. Заставляет сейчас СПЛ его просто идти вперед. На рокет-баги. И потихонечку, к сожалению, СПЛ теряет свои рокет-баги. О, и Джармен должен отрабатывать. Найс. Все, отбивай СПЛ. Красава. Глашник, делай свое дело. И забирать овер. Забирать овер надо. СПЛ-шка. Ну, Рабиком забери. Ну, чем-нибудь ты его забери. Пока можно. Так, все, центр забирает Касат под себя. Эйрфилд. Да, все. Касат полностью технологичный. Осталось так уйти во вторичную экономику. Так, вышел пацан. Забирай. О, сейчас пошел уже арт-удар. Все, третий ранг унюка. Убирай нафиг рокет-баги из пыли. Я думал, сейчас просрвет красачек. Так, второй завод. А, по вышке. Ну, скажем так, не очень сокрушительно все это было для СПЛ, но теряет, да, немножко в экономике. Вот тут, в принципе, уже замена пошла. Вышкам пошли в черные рынки. Ну, скидочки не будет. Забирает овер. Ой-ой-ой-ой. Какую же толпу-то Касат наспамил, а? Да, это вам, друзья, не та толпа СПЛ ядерными бэмами. Тут уже серьезная группа с ГЦМ-ками. С оверами. И я думаю, с такой группой даже не справились бы уже мародеры. Ну, что. Пока единственное такое преимущество Касата, это, конечно, взял центр. Так скажем, слева фланга вот этот. Левый половин центр взял. Справа пока тут, ну, не ченнельная ситуация. Но единственное пугает вот эта армия. Нужно из пыли чем-то отбиваться. Нужно из пыли больше спама, больше. Так, Лотос смотрит, сражит. Разведка идет. О, ха-ха-ха-ха. Балуется СПЛ. Овером Касата. Ну, назад ты СПЛ, не контришь, ну, господи, ну. Как можно такой генит вот так просто взять и отдать? Сказать ему до свидания, это не мое. Блин, ну нельзя так делать. Нельзя. Так, все, пошли басы от СПЛ. И должны коварные басы проезжать. Где-то. Вот был бы пятый ранг. Можно было бы скрытую нору, да, выпустить. И где-то навредить. Ну, вы посмотрите, что делает Касат. Бункерится так с турелями. Боится за свою ядерную ракету. И в воздухе у нас два ядерных. Мега-други, друзья. Сейчас, скорее всего, будет миг с земля плюс воздух. Будут страдать рокет-баги СПЛ. Если очень хорошо будет Касат играть с ним воздухом. Вот, 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 смотрите. Так, где миги? Пошли миги. Ой, больно-то, как, ёлки. Ужас, как хорошо контролирует Касат. Даже не потерял миги. И пошел, все, пошел такой. Да, друзья, Касат играет просто на высоте. Ну, должна дать должность СПЛ. Несмотря на то, что он сейчас, в принципе-то, не в своей лучшей форме. Но играет он с отдачей полнейшей. Вот. Я, конечно, пока его еще не укладываю в баиньки, да. Но все так выглядит, что... Попахивает для Касата сухой, между прочим. Вот. Причем сухая-то бойкая такая. С борьбой в каждой игре. Особенно во второй. Как вы могли наблюдать. Так. Ой-ой-ой-ой. Какие, Женя, жесткие. Минус три баса, блин, господи. А это не сравнится с потерями двух миги фта. И пошла ковровочка. Как не вовремя выехали Рокет баги, о боже мой Как не везет СПЛ Тут не то чтобы микраш, не микраш Просто не в нужный момент Не в нужном месте, блин, СПЛ И минус дворец Да, друзья, проблемы для СПЛ К сожалению Проблемы ужасные Даже не знаю, что спасет Наверное, только чудо Да нет, попытка не получится, захотите На два мига еще Ой, два мига занят два ядерных боя Три уже, да Отчаянно уже всем, что есть СПЛ Отбивается всем, что есть, что по денежкам 15 К флота, о боже 15 К флота, о боже И там, и там Да Издается СПЛ, друзья, ну что Поздравляем мы, Касада С победой, со счетом 3-0 Победил он славного Русскоязычного комрада СПЛ И, конечно же Не можем мы не сказать спасибо СПЛ Благодарочка СПЛ За такие красивые Битвы Вот, которые он показал Пусть и не в лучшей своей форме Но держался достойно Ну что, друзья Если вам понравилась эта катка Обязательно ставьте лайк И не забывайте оставлять свои комментарии И также подписывайтесь на канал Вот, а я с вами не прощаюсь